всем доброе утро сегодня мы три дня у нас отлежала наше сало посолилась сейчас мы будем его смазывать чесноком я вам расскажу как делаем рассол еще такое же количество мы будем коптить его сало чесноком мазать не будем просто половина будем коптить половина вот соленая с чесноком будет делаем на 5 литров воды килограмм соли все это кипятим туда добавляем в рассол лавровый лист и черный и душистый перец больше ничего не надо если вы думаете что соли много крупной только мелкую не ложьте то сало возьмет в себя столько соли сколько ему потребуется сейчас я это чеснок почистили через чеснокодавку отжимаем и покажу как будет потом когда мы уже его намажем еще еще забыла сказать вам что нужно чтобы рассол остыл прям такой холодненький был и потом только заливаем сало на три дня не меньше и не больше три дня у нас вот такое тоненькое сало вот здесь вот видите как бы вот так не больше не меньше три дня не забудьте это очень хороший рецепт так ну смотрите здесь больше никаких приправ не надо нет мин не паприку ничего русские люди сибиряки любят просто сало с перцем но у меня такой перец вы можете другой покрошить с перцем и чесноком вот я просто сыплю вот так побольше перчика это мы все вот у меня камера просто я ее рукой держу назад не могу почему-то развернуть поэтому придется так вот так все видите как много перца и чеснока это будет вообще здорово это будет очень вкусно и еще я хотела сказать меня научила этому рецепту женщина которая продает мясо на рынке мы не умели раньше солить когда только начинали и вот она мне и подсказала этот рецепт вот так вот мы хорошенько смазываем толстые кусочки мы сделаем надрезы я вам сейчас покажу вот видите все и надо будет вот когда намажем какое-то время чтобы она постояла вот так вот надо разрезать вот так сейчас остановлю разрежу вам покажу неудобно держать телефон ну вот вот видите как получилось я его толстый кусок разрезала и теперь в каждую луночку вот так вот в каждый разрез буду добавлять чеснок вот так и с этой стороны и так каждый кусочек который толстый разрезаем вот так чтобы он хорошо пропитался а которые потоньше мы просто их намажем и они постоят часик а может и два пропитается мы в положим каждый кусочек в разные пакетики и заморозим в нашей морозильной камере всем спасибо делайте по моему рецепту вы не пожалеете до свидания